Проблемы в ТОВК ДИД, по словам этих мужчин, начались осенью прошлого года. С тех пор компания перестала производить обязательные отчисления в пенсионный фонд. Ну а в феврале рабочим в первый раз не выплатили заработную плату. Два месяца люди молчали, стараясь отнестись к ситуации с пониманием, мол, в стране кризис и надеялись на улучшение положения. Однако этого не случилось. На сегодняшний день общая задолженность перед строителями составляет более 30 миллионов тенге. Теперь порядка 30 миллионов задолженность по зарплате у них сейчас на данный момент. И, соответственно, есть еще дополнительно подрядчики тоже, те, кто там недополучили свои деньги. Все вот бьемся. В данный момент часть людей подала в суд. Уже, соответственно, вызвали вас в телевидении. В апреле более 90 актюбинцев обратились в областное управление по инспекции труда с коллективным заявлением. Местное ведомство направило письмо в Астану, где находится головной офис ТОО. Нету зарплаты. Короче, в феврале месяце мы ничего не получаем. Сейчас мы уже фронт работы 90% закончили. А у нас все выполнение, где-то около 600 миллионов подписали и ушли. Без возврата. Пенсионный фонд даже с прошлого года, наверное, мы все не зачистили. Ну, сейчас дали суд, там суд даем. Все равно они как-то высшие у нас государства даже. У них законы тоже лоббированы на этом. У них даже сейчас можно даже уйти от этого и безнаказанности уйти. Страдают люди просто. Не поступает денег уже с прошлого октября месяца. Потому что все расходы с моей стороны, расходы водителей, автобусов и проживания, горючие, питание, все входят туда. Теперь получается, даже решение суда есть у меня на руках. Чтобы на мою сторону решили, чтобы это возыскать. А никаких у них действий. И даже телефон никто даже не отвечает. Управление занятости труда и социальной защиты Астаны рассказали, что по данному делу была проведена проверка. Компании выписано предписание об уплате штрафа в 60 МРП. Руководству поручено полностью расплатиться с рабочими. Однако после непродолжительного общения с трудовыми инспекторами, хозяева ТО сменили адрес, указанный в договоре. Сейчас по сотовому телефону будем звонить нашему хозяину компании. Все набираем. Потому что неоднократно при нашей попытке телефон не отвечает. Это последний месяц совсем не поднимает телефон. Вот телефон доходит, а они не поднимают его. В настоящее время материалы переданы в столичный департамент юстиции для установления местонахождения компании.